Микс Ньюс Добрый день всем, кто нас слушает сейчас. Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. И в эфире традиционная программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кто без нас не справится с бедой, и для тех, кто хочет помогать. Веду сегодня её я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И гостья у нас сегодня долгожданная. Мы очень рады всегда её видеть. Это Елена Бомвина, жена, муза, друг Михаила Николаевича Задорнова. И она, кроме того, ещё фотограф. И расскажет сейчас о себе, чем она занимается. Очень-очень-очень многими интересными вещами. Елена, здравствуй. Добрый день. Добрый день, Рита. Мы, наверное, будем на «ты», да? Да, конечно. Мы уже давно знакомы, поэтому это, естественно, будет наше общение на «ты». Я очень благодарна, что вы повторно меня пригласили в вашу передачу. И для меня сегодня особенно важно в ней участвовать, потому что то, что вы сегодня в таких условиях продолжаете работать, в условиях сложнейших для всего мира, вы демонстрируете, ваша передача демонстрирует то, что добро невозможно посадить на карантин. А, это хорошая фраза. И чем больше… Любое тело можно посадить на карантин, а душу и добро невозможно. Поэтому это очень важная передача. Она даёт такую надежду, что мы прорвёмся. И несмотря на то, что сегодня нас обстоятельства заставляют ограничивать себя в общении, в живом общении, мы точно все прорвёмся. Спасибо за эти слова. И абсолютно я согласна. Я думаю, что все, кто нас слушает сегодня, и не только сегодня, тоже согласны с этими словами, потому что прорвёмся мы, конечно. С программой мы уже говорили, что у нас были сомнения, мы очень переживали, потому что всем сейчас тяжело. И по разным мотивам, и, конечно, материально, и морально люди очень страдают многие. Но милосердие, оно вот как-то не исчезает, а наоборот, даже его становится больше. Предлагаю сегодня об этом немножко тоже поговорить. Но сначала я хочу сказать, что мы сегодня включаем зелёную лампу. Лена, ты видишь эту лампу? Вижу, помню эту лампу. Ну ещё бы. И скажу, что эта лампа появилась теперь у вас. Да, эта лампа появилась вот благодаря Елене у нас. И она стоит в каждой программе у нас рядом с нами. Мы её включаем с нашими гостями. Эта лампа зажигается в помощь тем, кому очень трудно сегодня, наверное, наши герои наших программ. Это те, кому труднее всего всё-таки, да, я бы так сказала. И эта лампа, она принадлежала долгие годы Михаилу Николаевичу Задурнову. Лена, расскажи, пожалуйста, он работал под ней, да, с этой лампой. Да, он этими лампами практически заполнил все свои квартиры, дома, потому что почему-то именно вот ощущение зелёной лампы ему давало вот такой творческий какой-то подъём. Как это, каким образом это чудным совпало с вашей передачей, не знаю. Случайно. Это случайно. Случайно. Мы не знали. Но, тем не менее, когда вот я пришла в эфир вашей передачи, я посчитала нужным подарить эту лампу, лампу Задурнова, и очень надеюсь, что она будет вдохновлять людей на добрые дела. Под этой лампой написано очень много хороших произведений, под этой лампой придумывались различные добрые дела, о которых мы тоже сегодня поговорим. А сегодня я вот хочу озвучить важный момент. Эта лампа включается в помощь семье из Алуксна. Мы ездили туда, в Алуксна. Это маленькая семья, мама, папа, двое детей. Дети уже взрослые достаточно, братик и сестричка. И им нужна очень помощь, потому что они с детства больны, у них очень тяжёлый диагноз, больны спинально-мышечной атрофией. Это такая болезнь, которая вообще не лечится пока что в нашей медицине. И улучшений там не бывает, к сожалению. Но вот можно говорить, эту историю рассказывать как очень печальную, грустную, но я бы хотела её повернуть немножко другим боком, потому что когда мы туда приехали с Олей и познакомились с мамой, и она нам всё это рассказывала, мы всё это увидели, кроме слова «мужество» и «любовь», кроме этих слов, вот просто это первые слова, другие эмоции все где-то на втором плане остаются. Потому что представьте, что 22 года девочке Эрике, она неизлечимо больна, она не может двигаться, она сейчас дышит. Последние 12 лет она дышит с помощью трахеостомы, прикреплённой к аппарату ИВЛ, к аппарату вот этому вентилирующему лёгкие, сложному. Но девочка при этом умница редкая, она знает 4 языка, она работает на компьютере, она придумывает как дизайнер различные украшения. Вы можете зайти на наш сайт, на страничку «Зелёная лампа», на сайте mixnews.lv, в рубрике «Зелёная лампа», и на Фейсбуке на нашей страничке есть фотографии этих украшений. Они потрясающие просто, она их придумывает, и с помощью братика, братика у неё служит её руками, они делают эти украшения. И даже была у них выставка в галерее Пути несколько лет назад, и люди просто в восторге оставались. Вот такой человек, вот такая девочка, и братику, ей 22 года, а брату Дайнису 19 лет. И до 4 класса он ходил сам, и было всё как бы нормально, а потом началось это прогрессировать, это заболевание, это генетическое заболевание, родители не знали сначала ничего, были какие-то предпосылки, никто ничего не понимал, но потом, когда уже Эрике было 5 лет, вот этот диагноз был установлен, благодаря генетическим исследованиям. Мы очень просим помощи этой семье, потому что им очень тяжело, маме очень тяжело, на 22 года не отходит от детей своих, и помогает им избавиться от боли, и немножко укрепить здоровье, помогают им курсы реабилитации. В санаториях Яун Кемери, в санатории Лиготные, вот их ждут и готовы принять. Но дело в том, что после 18 лет, вот эти реабилитационные курсы, которых и так немного полагается, они уже не положены, да, то есть им, чтобы получить бесплатный курс, надо ждать 2,5 года, а ждать они не могут, потому что это такая тяжелая болезнь, 2,5 года, это слишком долго. И нужно собрать, мы очень хотим собрать 5600 евро, чтобы оплатить 2 курса Дайнису и Эрике, чтобы они подлечились, им стало легче, по крайней мере, боли, чтобы этих не было. В дальнейшем я, дальше я чуть-чуть подробнее расскажу, какие-то прекрасные ребята. Вот, а сейчас просто хочу напомнить, наш телефон 9306384, евро 42 цента за звонок, этот телефон у нас работает круглосуточно, и каждую неделю он переключается на нового героя зеленой лампы. Вот всю эту неделю до вторника следующего будет работать для Дайниса и Эрики из Алуксны, чтобы немножко сделать их жизнь легче. Спасибо вам за каждый звонок. А сейчас напоминаю, что у нас наши гостия по скайпу, как обычно сейчас у нас, да, к сожалению, но все равно это не мешает нашему общению. Наша гостья Елена Бомбина, она большой друг нашей программы, она была у нас и сама в программе, и с Михаилом Николаевичем, и проводила благотворительные акции всякие. Но сейчас я хочу начать все-таки не с благотворительности, а с другого. Лен, скажи, пожалуйста, вот два с половиной года прошло с момента ухода Михаила Николаевича, а до сих пор люди помнят, до сих пор люди пишут, и нам пишут, и в социальных сетях часто очень приходится встречать. И, наверное, тебе. Вот это феноменальная, вот такая вот феноменальная вещь. Скажи, как ты думаешь, почему вот так он запомнился всем, и что делается для его памяти сейчас? Я думаю, что сегодня особенно стало очевидным, вот для его поклонников, что потребность в его юморе, вот она возросла. И когда я читаю комментарии на сайте Галкина, на сайте в соцсетях его учеников Тработенко, Брэндона Стоуна, там люди сегодня так активно вспоминают Задорнова, что для нас это очень важный момент. И я даже понимаю, почему. Потому что когда-то Михаил сформулировал, наверное, такой жизненный лозунг, лозунг своего творчества. Когда смешно, тогда не страшно. И сегодня этот лозунг, ну такой востребованный, именно с этим лозунгом, с этим призывом я обратилась к его ученикам, к Брэндону Стоуну, к Максиму Галкину, к Тработенко, с тем, чтобы они организовали некий такой флешнер. Вот сейчас, во время карантинов, да? Да, во время карантина, естественно, во время карантина. И я настолько благодарна им, что они откликнулись. Первым откликнулся его ученик и большой друг, и тёплый друг нашей семьи Брэндон Стоун. И он написал два музыкальных шлягера, которые имеют... Это композитор и певец, да, напомним. И под его музыкальные вот эти песни «Карантина, латино» и «Карантина, вирус, уходи из нашего района» сегодня танцуют дети, устраивают флешмобы. И эта песня несёт позитив. И часто показывают в передачах именно эти песни, где он говорит «Когда смешно, когда не страшно» эту фразу Задорнова. С этой же просьбой я обратилась к Максиму Галкину. И он какое-то время был в раздумьях, и потом он не флешмоб организовал, он организовал такой карантинный юмор, такой ностальгический сериал. Вы можете посмотреть его в Инстаграм, в открытом доступе. Он сделал пародийный сериал «Как бы шутили известные сатирики» на тему карантина. И он посчитал нужным сделать такую версию, «Как бы шутил Михаил Задорнов на тему карантина». И там, вот для меня это было до слёз, когда я читала комментарии именно к этому пародийному номеру, «Как не хватает сегодня Задорнова». Там сегодня у Галкина почти два с половиной миллиона просмотров вот этой пародии. Даже если к этому голосу не попадает, это не имеет значения. Хазанов, кстати, вот на эту тему сказал очень точную фразу в интервью. «Задорнова пародировать почти невозможно, потому что невозможно пародировать энергию». Но Галкин по тексту – это очень в духе, в стиле Задорнова. Поэтому я всех приглашаю посмотреть на Инстаграм Максима Галкина. Вот этот ностальгический сериал. Обязательно пойдём посмотрим. А что сказал бы Михаил Николаевич про карантин-то? Я думаю, что он попытался бы, конечно, его высмеять, потому что… Не то что высмеять, поиронизировать над нашими страхами, над нашими паническими реакциями, потому что самая примитивная реакция – это паника и страх. А вот как из этого выбраться достойно – это уже наш выбор. И я думаю, что он бы тоже включил какой-то флешмоб, он что-то организовал. Но самое главное, я уверена и не сомневаюсь, что он бы участвовал в благотворительности и призывал к тому, что сегодня нам по силам, даже в карантине, творить добрые дела. То есть надо просто выйти за пределы себя в таких ситуациях. Выйти за пределы себя и делать что-то, какую-то пользу другим. И тогда ты понимаешь, что ты не один, тогда ты понимаешь, что жизнь вообще поворачивается иначе как-то. Лена, скажи, вышло несколько книг, посвященных Михаилу Николаевичу. Какая тебе особенно дорога? Вот что ты про это можешь сказать? Были программы, передачи? Да, было много программ, было передачи. Для меня очень, наверное, дорогие передачи с Максима Галкина «Сегодня вечером». Меня приглашали на две передачи. И для меня это очень передачи душевные, тёплые. И в них нет никакого желания какой-то скандальности какой-то, да, внести. Поэтому вот у Максима Галкина это всегда очень передачи тучные, душевные, с юмором, лёгкие. И очень тепло всегда вспоминали там Михаила Задорнова. На первую передачу пригласили всех его друзей и родственников. Мы были все в полном составе. и тем самым показали, что мы все вместе и прошли это испытание, и вспоминаем Михаила вместе. А на второй передаче была посвящена музам известных людей. И вот редактор этой программы пригласил меня тем, чтобы поделиться какими-то тёплыми воспоминаниями о нашем знакомстве и о наших отношениях с Михаилом Задорновым. А по поводу книг. Книги написаны на сегодняшний день две. Но для меня, наверное, книга «Аплодируем стоя» наверное, более интересна, потому что там собраны именно воспоминания его самых близких коллег и друзей. А как она родилась? Я помню, что вот когда был юбилей, по-моему, да, к юбилею, Михаил Николаевич? Поначалу никак не могли набрать нужное количество интервью, и книга никак не складывалась. Мне позвонила издатель этой книги, редактор этой книги, с просьбой помочь как-то её немножко расширить и пригласить туда его друзей и коллег. Мы как-то к этому времени мы закончили съёмки фильма «Неожиданный Задорнов» на канале НТВ, и там я брала интервью у Хазанова, у Галкина, у Дроботенко, у Ирины Безруковой. И вот все эти интервью я предложила включить в эту книгу. Да, они и вошли. И каждый из них рассказывал через эти интервью, как раз он мог поделиться своими воспоминаниями о Задорнове. Но для меня важно другое. То, что я выполнила просьбу нашего рижанина и включила в эту книгу нашего рижанина Марка Дубовского, включила в эту книгу по его просьбе, стихотворение на память всем ушедшим друзьям. Мы помним, я на секунду просто перебью, мы помним все очень хорошо Марка Дубовского, писателя, юмориста, он был и коллегой Михаила Николаевича, и он был другом «Зелёной лампы», и мы его много-много лет знали, как основателя «Море смеха» и многих других программ и передач юмористических. И просто это был наш друг. И вот Марк Дубовский уже после ухода Михаила позвонил мне, пригласил с ним встретиться. Это было ровно за месяц до смерти самого Марка. И была очень трогательная встреча, он очень держался бодро, старался шутить много. И вот он отдал мне эти стихи с просьбой, обязательно опубликовать в книге памяти о Михаиле. И также он мне переслал свою песню в бардовском стиле с просьбой тоже по возможности когда-нибудь её где-то передать. Пока эта просьба мне ещё не удалось выполнить. И рассказал очень трогательную, с элементом мистики, историю об одном подарке Задорнова. Я вот расскажу, Рита, эту историю, поделюсь этой историей. Она меня очень тронула и удивила. Когда они вместе начинали и вели передачу Юрмалина в Юрмале, Задорнов после очередной передачи подарил Марку часы швейцарского очень известного бренда Зельберштайна, очень такие эффектные часы. И сказал, Марк, когда мы с тобой проведём несколько Юрмалин, я тебе подарю ещё несколько часов. И вот эти часы с забавным дизайном сопровождали Марка вот всё это время, всё это десятилетие. И вдруг в какой-то момент эти часы утром остановились. Это было 10 ноября 2017 года. И он говорит, я решил их отдать в ремонт. И он, говорит, отложил часы. И вдруг он говорит, я захожу в интернет, и первое, что я читаю в интернет-новостях, что сегодня в 9.15 ушёл Михаил Задорнов. То есть часы остановились ровно в тот момент, когда ушёл из жизни Задорнов. Это, конечно, мистическая история, мистическая история, но при этом трогательная. Поэтому образ Задорнова он не случайно себя сравнивал с будильником. Он был будильником. И вот будильник в тот момент остановился. Это, конечно, грустные такие воспоминания. Но, тем не менее, я точно могу сказать, что всё, что он делал, это имеет продолжение. И люди помнят. Это удивительно, что люди помнят. Потому что, ну, когда человек исчезает с экранов, довольно быстро забываются все. А Михаил Николаевич все помнят. И ещё хотел, не могу не спросить. Вот дочка, дочка Елена, она тоже как-то участвует в процессе сохранения, вот фразу, конечно, сказала, в процессе сохранения памяти. То есть её какая-то роль в этом. Расскажи, пожалуйста. Да, поскольку у неё, вот, может быть, после ухода Михаила появилась потребность самовыражения через стихи, она участвует в вечерах в библиотеке. И когда мы проводили юмористический вечер в Задорный микрофон, она там выступала со своими стихами. Вот нужно, наверное, объяснить для слушателей вашей программы, что мы стараемся делать очень много для того, чтобы сохранить память о Михаиле Задорнове. В том числе нас очень сильно поддерживает Министерство культуры России. И, во-первых, нам удалось за это время установить мемориальную доску на здании Московского авиационного института, где учился Михаил. И идея, которая очень пришлась по душе Министерства культуры, создать на основе Московской библиотеки, номер 225, создать Центр юмора и сатиры имени Задорного. То есть такой задорный клуб, где могли бы встречаться его друзья, коллеги, выступать, пробовать свои какие-то рассказы, экспериментировать. Такая некая площадка для экспериментов. Для меня очень важно, чтобы там удалось сохранить вот этот юмористический дух, вот эту творческую атмосферу и все те традиции, которые Михаил прививал здесь так трепетно в Рижской библиотеке. Ну и Рижская библиотека тоже продолжает работать. Да, Рижская библиотека продолжает работать. За это отдельные слова благодарности его сестре Людмиле Николаевне. Я занимаюсь Московской библиотекой. И поэтому творческие вечера, которые мы там проводили до недавнего времени, они вызывали интерес, потому что они были разноплановые и юмористические, и музыкальные, и на тему истории. В общем, нам хотелось вот этот сохранить именно дух Задорнова. Да, а сейчас какая-то еще готовится книга? Я думаю, что сейчас пока издатели находятся на паузе. Ну да. И издательство тоже, да. Поэтому сейчас говорить что-либо о новых книгах очень сложно. Одно из издательств московских, с которыми работал Михаил, предложило мне тоже написать книгу воспоминаний. Мне это было очень приятно услышать, это предложение. И я отправляла несколько фрагментов веселых, радостных, светлых воспоминаний из путешествий, из гастролей совместных. И они согласились издавать эту книгу. Но сегодня, видите, время такое, что издательство вынуждено тоже встать на паузу. Ну, рано или поздно все это закончится. Как ты говоришь, прорвемся. Да, прорвемся. Так что все впереди, наверное. И одна из фраз Михаила Николаевича, которую он сказал в нашей программе в том числе, вот один раз, это был ноябрь, нет, не помню ноябрь, не ноябрь, по-моему, 16-й год, в какой месяц я уже не помню, когда выставка, а, это май был. Это было 7 марта, или 1 марта 2016 года, когда была благотворительная фотовыставка, и Михаил пришел к вам в эфир. Он пришел к нам в эфир, он сказал, что-то вы меня давно не приглашали, мне есть что сказать. И в этот же день открывалась фотовыставка, выставка фотокартин Елены. Вот твои картины были, это были работы, потрясающие фотографии из путешествий из разных стран мира, и из разных уголков России, самых-самых, наверное, диких, и тех, куда не каждый может попасть, но где вы побывали вместе. И Лена, я помню, очень хорошо тогда сказала, я не хочу делать никакую выставку, ее уговаривали, не хочу делать, если только разве, разве что, если она будет благотворительной. И вот тогда мы придумали, да, зеленая лампа подключилась, и героиня нашей программы, маленькая девочка, которой нужны были артозы, операция для наножки Арнелла. Она была героем программы, и ей посвящена была эта выставка. У нас перерыв сейчас, да? Я просто попрошу вас прерваться на несколько минут, и подождать сейчас после рекламной паузы, мы продолжим эту тему. Спасибо. Ну вот, мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаю, что в гостях у нас Елена Бомбина сегодня, а программа вместе с Еленой, мы включаем «Зеленую лампу». Программа помогает сестричке и братику из Алуксне, Эрике и Данису, которые больны неизлечимой болезнью, спинально-мышечная атрофия. Очень нужно. Им просто некому помочь больше, кроме нас с вами, потому что Эрику 19, Данису 19 лет, а Эрике 22 года. После 18 лет, они много лет болеют, после 18 лет уже бесплатные программы, которые положены детям, они прекращаются. То есть человек становится взрослым, считается, а проблемы остаются те же самые. Им очень нужны курсы реабилитации в санатории, в латвийском санатории. И поэтому мы просим тех, кто может помочь, сделать звоночек по телефону 930-6384. Это евро 42 цента за звонок. Этих ребят, Эрику и Даниса, курирует общество палеотивного ухода за детьми. Наша латвийская, очень хорошие люди там работают. Счет помощи открыт в фонде благотворительном Be Open, с которым мы сотрудничаем. Много лет уже. И если кто-то может помочь, можете найти этот счет в нашей публикации. А те, кто нас слушает, могут просто набрать номер 930-6384. И это все, конечно, связано с темой, о которой мы сегодня говорим с Еленой. Это связано с деятельностью Михаила Николаевича Задорного, о котором мы помним всегда, не забываем. Потому что он очень много помогал людям. Причем делал это ни открыто, ни на показ. О многих вещах мы узнали гораздо позже, чем вообще могли бы узнать. И достаточно даже случайно какие-то вещи узнавали, как он помогал и детским домам, и просто деньгами поддерживал и учителей своих школьных. Сейчас мы Елену подробнее про это расспросим. И вот эта фраза, которую он сказал в передаче, мы остановились в первой части на том, что он участвовал у нас в программе, а потом мы пошли открывать выставку фоторабот Елены благотворительную, которую они сделали тоже в помощь девочке больной. И он сказал эту фразу «Выше справедливости, только милосердие». Выше справедливости, только милосердие. Можно ли я прокомментирую эту фразу, как он пришёл к этой фразе? Хочу попросить, как он пришёл к этой фразе. Да, дело в том, что он практически всё его творчество и всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы бороться за справедливость. И в какой-то момент я даже по его дневникам сегодняшним понимаю, какой это был период, 2000 год, он для него был переломным, когда он понял, что это неравный бой, его называли там задирой зла, он чувствовал, что он способен победить мировое зло, мировую глупость. Но в какой-то момент он понял, что нужно не бороться со злом, а нужно объединять добрых людей. И он тогда сказал фразу, что добрых людей на Земле больше, просто они плохо объединены. И поэтому у него поменялась сверхзадача не бороться со злом так активно, а активно притягивать, объединять, увлечь добрых людей. И тогда он сказал эту фразу «выше справедливости может быть только милосердие». И он сформулировал главный лозунг своей жизни и следовал ему, искренне следовал «хочешь стать счастливым? Сделай доброе дело». Очень простой, очень может быть даже кажется такой незамысловатый совет, но он работает. И Михаил так активно включался в благотворительные проекты, что только сегодня, может быть, мы до конца можем оценить и понять, сколько он успел сделать. Это и помощь интернатам, и благотворительные проекты. И я для себя запомнила один проект перед Новым Годом. Он помогал одному питерскому хоспису. И тогда он такой объявил, такой объявил, как был призыв, «стань Дедом Морозом для больных деток». И там были выложены мечты и желания всех деток, которые находятся в хосписе. И каждый выбирал себе, исходя из своих возможностей, пожелания ребёнка. Вот я выбрала, допустим, компьютер, там компьютер красного цвета. И я думала, что я отправлю деньги и на этом могу успокоиться. Нет, Михаил сказал, вот заказали красный компьютер, ты сама должна пойти купить этот красный компьютер, найти его и передать. Вот он чётко смотрел за тем, чтобы люди не просто отмогнулись, а чтобы душой включались в это. И, конечно, то количество добрых дел, которые он успел сделать, в том числе и с помощью газеты «Суббота». И для меня это тоже очень такие важные моменты, Рита, потому что он об этом, он часто в интервью с тобой об этом говорил. Ну да, мы это всё помним. Меня отлично потрясла история про школьных учителей, о которых никто не знал. То есть это выяснилось-то вообще когда? То есть сколько этим учителям уже, да? Очень-очень старенькие люди вдруг вспомнили, что в 90-е годы… Расскажи, Лен, пожалуйста, что это было? В 90-е годы, когда, скажем так, это было то время, когда все чувствовали себя брошенными, потерянными, Михаил… За оплату не платили многие. Поддержать, поддержать учителей. И он помогал им, поддерживал их. Ну, мы не будем говорить, как, в какой форме, это понятно, да? Но это очень важно было, что учителей 10-й школы и других школ он поддерживал. И ветеранов поддерживал. И несколько людей, которые не расстались со своими идеями и идеалами. Он, может быть, не разделял эти идеи и идеалы. Я не буду называть фамилии этих людей, но он из уважения к тому, что они не расстались со своими идеалами, помогал их семьям. Их семьям. И Михаил… Вот ему очень хотелось что-то сделать полезное, важное. Помогал здесь, в Риге, молодёжному театру. Да, театру. И оплатил учёбу, оплатил учёбу студентов в Волковском театральном институте. Ярославле, да. Ярославле, да. Город Ярославль. Они смогли получить дипломы. Поэтому также он сделал на свои деньги, установил три памятника Арине Родионовне, как символ и носителю того русского языка, на котором мы говорим. Памятник Адуванчику, который благодаря вашей газете «Суббота», Рита, и благодаря вашей помощи… Уже не нашей, но тогда нашей, да. Да, сейчас вы можете этот памятник Адуванчику увидеть. Не все уже знают далеко, да, возле концертного зала «Дзинтери» стоит. С правой стороны, если идти к морю, вот перед концертным залом, с правой стороны памятник Адуванчику. Если его потрогать, сбываются желания. Но при одном условии, что они добрые. Там сделано в форме ладошек. Там необычный такой проект, да. Если подойти и посмотреть, то в нём есть глубокий смысл. В том, что ладошки, прикладывая свою ладошку к ладошке этого Адуванчика, можно действительно загадывать правильные желания. Ну, мы перед этим конкурс проводили. Михаил Николаевич сказал, давайте проводим конкурс на лучший проект. Все присылали истории свои про добро, там, про Адуванчик. А Адуванчик почему? Потому что это символ доброты, он считал, что он распыляет лепестки свои над землёй, и из каждого лепестка что-то новое рождается. Вот так вот символически он на многие вещи смотрел. Мы много лет сотрудничали, да, действительно, делали интервью. Это было, конечно, было счастье. Вот сейчас понимаешь, что с таким человеком довелось в жизни посотрудничать, скажем так, да, что-то, какие-то совместные дела делать. Ну, вот возвращаясь к фразе «сделай что-то хорошее, и ты будешь радоваться». Чтобы радоваться, надо сделать что-то хорошее. Я ещё раз просто хочу напомнить, что наша программа сегодня «Зелёную лампу» включает в помощь Эрике и Дайнису, двум ребятам из «Алуксная». Действительно, история, она очень грустная, потому что мама вот 22 года с ними рядом, не отходя от них. И мама, вот представьте, прекрасно понимает, что улучшений не будет. Это такая болезнь, в которой не бывает улучшений, а только ухудшения. Но при этом ребята умные, талантливые. Я уже говорила в первой части, что Эрика придумывает украшения, бусы, там всевозможные брошки, какие-то кулоны, невероятно красивые. А братьк её, который владеет руками лучше, он на инвалидной коляске, но он может там действовать руками, он превращает эту идею в жизнь. И вот когда была эта выставка «Галерея Пути», там просто до слёз люди вспоминают, что просто плакали. Такие красивые вещи. Но деньги, которые были заработанные, вы знаете, Эрика взяла и часть этих денег отправила в свой родной город Алуксен в приют для животных. То есть она решила на эти деньги не себе их взять, а помочь животным в тот момент. А у Эрика трогательная, я путаюсь, прошу прощения, у Дайниса трогательная деталь такая, что он копил денежки в копилочке, ему дарили денежки на день рождения, он копил-копил, накопил на кроссовки, на красивые кроссовки, Найк, у него была мечта, он очень любит спорт, футбол, машины, смотреть на это любит. И вот эти кроссовки, для него была какая-то мечта, какой-то символ. И он их купил, эти кроссовки, и они у него лежат в коробочке, он их вытаскивает, на них смотрит, ну не могу даже рассказывать, на них смотрит, понимает, что он никогда не будет ходить в этих кроссовках, он не встаёт просто, но они у него есть. И вот он знает, это его поддерживает, и он знает, что вот это вот его мечта, она всегда с ним. И мама рассказывает про них с такой любовью, она сама ещё красивая, очень молодая женщина, она говорит, они такие у меня весёлые, они любят шутить, у них дома очень тёплая атмосфера. Вот представляете, такая вот ситуация, да? То есть кроме слова мужества и любовь, вот здесь действительно другого подобрать нельзя. Очень хочется помочь этим людям справиться с сегодняшней ситуацией, то есть если мы соберём эти денежки на реабилитацию в санатории Ялун-Кеммере или Лиготне, ребятам станет легче. И для этого можно просто сделать звоночек по телефону 9306384, евро 42 цента за звоночек, а подробная информация у нас на сайте и на страничке «Зелёная лампа» на Фейсбуке. Счёт открыт, счёт помощи открыт в благотворительном фонде «БиОупен» и также поддерживает общество паллиативного ухода латвийское, которое занимается детьми в таких очень-очень тяжёлых ситуациях. А Эрика уже 12 лет, она не только не двигается, но она дышит с помощью аппарата ИВЛ. И естественно, она уже ничего не может сделать своими руками. После курсов реабилитации у неё стали лучше пальчики работать, она стала лучше мышкой работать, она на компьютере может заниматься там только одной рукой. Но тем не менее, у них большое желание жить, у них хорошее чувство юмора, они очень добрые, талантливые, чудесные ребята. И вот именно таким людям и нужно помогать, потому что это действительно всё идёт на пользу. И, знаете, когда набираешь этот номер, нам многие говорили, набираешь номер 9306384 и становится лучше на душе. И какие-то дела начинают фантастическим образом исправляться и складываться так, как нужно этим делам складываться, без каких-то препонов. То есть попробуйте, попробуйте. И действительно, Михаил Николаевич прав, вы поймёте. Хочешь стать счастливым, сделай что-то доброе. Лен, я вспоминаю сейчас вот в эти времена, смутные наши, непонятные, вспоминаю очень часто, какие вы устраивали встречи, но я уже не говорю о том, кого только не привозил Михаил Николаевич сюда, в Ригу, да, и в своей библиотеке делал встречи с писателями, артистами, с потрясающими людьми, но на даче у вас, вот эта вот знаменитая дача Задорнова, где стояла чучело в костюме из чучела... В костюме Форе. В костюме Форе. Да, да, да. Это самое крутое чучело, которое можно было увидеть в Юрмале. Да, и тем самым он хотел показать, что, ну, всему своё место, да, тут отношение ко всему должно быть правильным. И там у вас был костёр, вот этот знаменитый костёр Задорновский. Кто его придумал? Как это происходило? Кто у вас там был? Он же до сих пор, этот костёр, я вот скажу сейчас, вот, наверное, чуть-чуть пафосно, но он светит до сих пор. Когда все вспоминают, те, кто там был, он греет и светит. И греет память. И греет память, это правда. Дело в том, что Михаил придумал его во время одного новогоднего праздника, когда мы сидели у телевизора, и он сказал, ну, не смотреть же нам голубой огонёк до синевы. И вышел, разжёг на маленькой площадке, разжёг этот костёр, собрал нас всех. Как-то очень так душевно, тепло, пошёл разговор, о таких каких-то духовные темы. И он понял, что в этом есть очень важные моменты, забытые, связь с природой, связь с теплом, желание объединиться, мы садились в круг. И Михаил тогда площадку расширил, и дальше так начались вот задорные посиделки. Обычно начиналось это всё так. Утром он садился работать, и если работа не шла, допустим, но вот ему нужно обязательно видеть глаза своих зрителей. Он собирал вокруг костра своих друзей, это было 10-15 человек, и в разговоре все темы, которые ему хотелось описать, эти темы он обсуждал, и так рождались его новые миниатюры, рассказы, впечатления. Поэтому это очень был такой созидательный, согревающий костёр, который вот просто превратился в традицию. И там было очень много и его коллег, и много известных людей собиралось и согревалось. Ну и хочется вспомнить о том, что Михаил Николаевич, он был не просто беспощадным сатириком, но он был ещё большим лириком. То есть это, наверное, не всем было видно, заметно, но, Лена, ты, конечно, лучше всех, наверное, это знаешь. Вот этот эпизод, который вошёл в фильм «Неожиданный Задорнов», эпизод с этим маленьким чемоданчиком. Давай просто напомним, может быть, что ты там нашла. Да, для нас это тоже было большим, трогательным, неожиданным подарком от него, потому что когда ты воспринимаешь человека только с профессиональной точки зрения, как сатирика, и вдруг ты встречаешься совершенно с какими-то скрытыми чертами, проявлением лирическими, романтическими, для нас это было с дочкой очень неожиданным. Вот незадолго до его ухода мы нашли портфель, который был закрыт на Коды, и когда при его присутствии, он уже Кодов сам не помнил, но он уже болел, в присутствии его помощников мы вскрыли этот чемодан, и там оказались собранные им все детские вещи дочери, перчатки, локоны, которые, детские срезанные локоны, ее первые рисунки, первые пробы пера, это настолько было для нас неожиданным, поэтому это все вошло в тот фильм, который мы назвали «Неожиданный задорнов». Нам хотелось показать его немножко с другой стороны, не как задиру зла, а как человека лирического, романтичного, который верил, что мир можно поменять к лучшему. Ну, наверное, можно, он же привозил в Ригу и устраивал вечера и в Москве, и в Риге Евтушенко, он любил стихи, он помогал молодым талантам, постоянно кого-то вытаскивал, тот же Максим Галкин, очень прекрасно мы помним, когда он появился, Михаил Николаевич просто там все сделал для того, чтобы его выдвинуть на сцену, и не ошибся, надо сказать, и вот эти стихи, когда он сказал про Евтушенко, как эта фраза была, когда я как сатирик хочу уступить место поэту, и это будет значить, что мы не безнадежны. Когда у общества нет надежд, появляются сатирики, когда у общества должны появиться надежды, должны опять появиться поэты, поэтому он пригласил Евтушенко в надежде на то, что должны и обязаны вернуться времена надежды. Вот они обязательно вернутся, потому что мы все здесь, мы все вместе, мы благодарим наших радиослушателей, я просто программа к концу подходит, и я не успела озвучить цифры, на прошлой неделе мы собирали, мы помогали трехлетнему Артису, тоже нужно было собрать на очень серьезное лечение за границей деньги, куда он поедет сразу, как только границы откроются, и вот была собрана, была собрана полная сумма, было собрано 5878 евро, низкий поклон всем, кто перечислял деньги, кто сделал звонки, 1888 звонков было сделано, спасибо всем от мамы Артиса, спасибо всем от нас, вот мы все вместе точно не пропадем, сейчас у нас буквально осталась одна минуточка, еще хотела я, Лен, спросить, а что ты лично делаешь, как тебе удается сохранять в условиях карантину, этого карантина злостного, сохранять настроение, сохранять силу духа, вот что тебе помогает? То, что Михаил успел сделать для меня и для дочери, он сказал, что есть спасательный круг творчества, и кроме того, да, творчество и милосердие, это тоже спасательный круг, и он оставил прекрасную библиотеку для дочери, вот, наконец, нашлось и время, и желание, и возможность этой библиотекой воспользоваться, я читаю книги, также он подарил мне уникальный трофейный музыкальный инструмент, пианино, который он купил у своей одноклассницы, инструмент был привезен из Германии как трофей, и вот эту просьбу я пока не успела выполнить, он хотел записать ноктюрные и вальсы Шопена в моем исполнении, и напоследок можно я две цитаты хочу озвучить, которые очень любил Задорнов, они очень действенны, для меня очень важно, чтобы они прозвучали для сегодняшних слушателей, у Толстого есть гениальная и простая цитата, если, чтобы поверить в добро, надо начать его делать. И вторая цитата, которая тоже мне очень нравится, у Бога нет других рук, кроме наших, поэтому сегодня, вот как раз есть возможность, все это время, сегодня, свободное время, время карантина, использовать во благо и добро для кого-то других. Ирина, спасибо огромное, это очень важные вещи, которые ты произнесла, и мы просто еще раз напоминаем, что телефон сегодня зеленой лампы 9306384 работает в помощь ребятам, братику и сестричке из Алуха, им очень, очень, очень нужна наша помощь, и вот эта вот маленькая возможность, одна из, сделать что-то доброе, совершенно таким несложным путем просто набрать этот номер 9306384. Спасибо за участие, за этот разговор, и мы будем ждать Ноктюрны Шопена. Обещай, пожалуйста, нам, что в следующий раз мы встретимся за пианино. Да, и поделимся тем опытом карантина, который нас сделал может быть добрее. Главное нам из этого выйти и сохранить человечность и милосердие. Спасибо большое. Все будет хорошо. Спасибо огромное, Елене. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. До встречи через неделю.